Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Дауир, фамилия моя Шакиржан. Вера – это внутреннее состояние. Это мое изречение проходит в списке изречений Дауира Шакиржан под номером 295. И является достаточно важным понятием вообще. Вообще, слово «вера» – это термин, важнейший термин в жизни человека. И часто веру путают с религией. Это совершенно разные понятия. И вера – это внутреннее состояние, которое не зависит от каких-то внешних обрядов. Вот когда веришь, тогда с помощью этой веры можно совершить много чего. Состояние крайне важное, весьма важное для человека. И это состояние только можно прочувствовать. И прийти к этому состоянию. Ну, ситуации могут быть разные. И могу для примера привести то, что произошло со мной. Это было давно достаточно. У меня родилась дочь. Ей было всего лишь два месяца, когда она упала. Упала головой с достаточно большой высоты. Я пришел, нахожусь в таком состоянии. И вызываем скорую. Все вместе едем. На тот момент сыну еще двух лет не было. И жена с дочерью остались с реанимацией. Там была угроза жизни конкретно. Тогда был вопрос такой, раз и реанимация, то вопрос стоит в жизни и смерти. Ну, естественно, я вместе с ними поехал в эту больницу. Потом жена осталась там. Я забрал сына и поехал домой. Ну, уже был вечер, когда мы приехали. Где-то часов шесть. Ну, седьмой час где-то. Ну, тут не до времени, да. Я покорнил сына. Ну, какое-то время. С ним вот был, поговорил. Потом, ну, он начал играться. Я вижу, что он не отвлекается. Как бы более-менее спокоен. Сам я не мог усидеть на месте и ходил из кухни в комнату, ну, в зал, да. Сын маленькой комнаты был. Ну, я ходил, мерил шагами все это пространство туда-обратно. Ходил и переживал. Потому что я боялся, что дочь моя может умилить. И вот в таком состоянии было ощущение бессилия, когда от меня ничего не зависит. И в какой-то момент я бухаюсь на колени и обращаюсь. Ну, к Богу, да. До того я был атеист. Почему? Потому что я совок. Человек советской эпохи. Продукт советской эпохи. Ну, естественно, атеистическое воспитание, Бога нет и все такое прочее. Хотя бы это и искал, да. И обухнулся на колени. Ну, естественно, слов каких-то молитв не знаю, да. Там, отче наш, иже еси на небеси, да светится имя твое. Либо этот, аузи блехимнящей теней режим. Конечно, я на тот момент не знал абсолютно. И обухнулся на колени и стоял на коленях, обращаясь в немой мольбе к высшим силам, да, к Богу. Ну, вот. Готов был принять все, что угодно. И у меня была вот эта внутренняя просьба не забирайте дочь у меня. Оставьте ее жить. И это было состояние внутренней мольбы. Я стоял в этом состоянии какое-то время. Через какое-то время на меня снисходит свет. Вот. Внутрь меня заполняет вот ощущение света. И я понимаю, вот внутренне знаю, что все хорошо. Дочь моя будет жить. Вот внутренняя такая уверенность. Вот это вера, да. И какое-то время постояв, я встал с колен. Вот бухнулся я возле двери в туалет. Это к тем людям, которые вот зациклены на каких-то обрядах. И вот надо вот ходить в церковь, мечеть там, в синагогу, в буддистский храм, вот становиться перед алтарем и вот такое, да. Ну, если вот так посудить с точки зрения вот этих всех святош, это самое грязное место, ну, они скажут, вот в квартире, туалет. А я стоял на коленях возле двери в туалет. Потом я посмотрел на часы. Было полшестого утра. Хотя у меня было внутреннее ощущение, что вот где-то минут 20 его было. Вот длилось минут 20. Я так чувствовал. Ну, если даже скажем, что вот мы приехали где-то в седьмом часу, там где-то в семь, я сына покормил, там в восемь, там в девятом часу. Ну, это самое позднее, когда я бухнулся, это девять. Ну, десятый час, может быть. И в общей сложности я, получается, простоял три плюс, там, пять, восемь с половиной часов на коленях, и внутреннее ощущение было, что я всего лишь 20 минут это заняло. не больше. Вот что такое состояние веры. Это внутреннее ощущение. И религиозные вот эти обряды, они не всегда могут привести к этому состоянию. Вера это внутреннее состояние. И это не просто мое изречение очередное под номером 296, но одновременно вера является термином, важнейшим термином. И к тому же это является понятием, которым мы будем оперировать в дальнейшем для постижения сути магии. То есть вера является важнейшим понятием магии и на вот этом понимании веры строится следующее понятие самое важнейшее в магии это намерение. Это термин, который строится на понятии веры. Это следующий этап постижения. И именно поэтому понятие веры является весьма важным для понимания понимания внутренней сути магии. И намерение оно отличается от термина намерение. Намерение это когда что-то наметил. А намерение это важнейший термин, который применяется в магии. и поэтому не нужно путать веру можно сказать это краеугольный камень в понимании магии с религиозными какими-то обрядами. Это разные совершенно понятия и именно для того чтобы объяснить это я и применяю свое изречение под номером 295. Вера это внутреннее состояние. На этом до свидания до новых встреч. .